Поиски пропавших при крушении парусника Ольга, 19-летних Дениса Мороза и Ивана Огнева приостановили. Главный спасатель Омской области Владимир Корбут на пресс-конференции заявил, что это бессмысленно. Помочь пострадавшим при затоплении яхты возможно было только в первые 20 минут после переворота судна, но в МЧС звонок о происшествии поступил спустя 2,5 часа. Накануне вдолазы искали тела ребят, работали почти 12 часов, осложнялось все сильными зарослями кустарников на береговой зоне. Спасатели следовали километр речного дна и 3 километра суши. Но поиск результата не дали. Вечером 20 июня парусник подняли со дна РТШ, его отбуксировали для проведения различных экспертиз. Необходимо установить, не явилась ли причиной крушения техническая неисправность. Двигаются они не под парусом, а соответственно на моторном ходу. То есть не было паруса, потому что если бы парус, там могло бы завихрение воздуха, резкий порыв и соответственно могло бы произойти опрокидывание. Есть такие понятия, допустим, если люди встали на один борт для того, чтобы быстро повернулась лодка вправо или влево, соответственно, вот тоже сейчас разбираются, но очевиднее всего, что была перегрузка на один борт людей и произошло опрокидывание. В другом случае яхту очень сложно опрокинуть, тем более без паруса. Продолжение следует...